Всем привет! Сегодня у нас с вами наболевшая тема А именно, почему многим так сложно заговорить на английском Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom Меня зовут Мэй, и поехали! Прежде чем перейдем к разбору темы, предлагаю вам подписаться на этот канал и нажать сразу на колокольчик чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых полезных видео, а вы знаете, что они у нас выходят частенько Ну а для тех, кому мало английского на YouTube предлагаю вам подписаться на наши другие соцсети Facebook, Instagram и Telegram, где вы найдете еще больше полезной информации про английский Если вы кликнули и смотрите это видео, значит вам все-таки сложно заговорить на английском И знаете, вы в этой виде далеко не одиноки Мне тоже самой пришлось через это пройти Пройти этот долгий тернистый путь Я также терялась в разговорах на английском как с носителями, так и не с носителями Но давайте я для начала постараюсь обрисовать вашу ситуацию хотя бы приблизительно А вы потом скажете, угадала я или нет Вы учили английский в школе Получалось это не отлично, но и неплохо Базовую грамматику и какой-то минимальный словарный запас вы у себя в голове сохранили Поэтому пообщаться на простые английские темы у вас не особо вызывает проблем Ну в плане спросить, сколько человеку лет вы точно можете И в целом, пообщаться с человеком на какие-то простые темы на английском тоже не должно вызывать проблем по крайней мере в теории И ключевое слово здесь в теории Потому что возможности проверить, насколько вы сможете поддержать простой разговор на английском у вас было очень мало В основном на уроках вы читали, слушали, записывали, конец Иногда, может быть, пересказывали тексты Но в основном очень-очень мало говорили А с момента окончания учебного заведения вы и подавно не практиковались Кому это нужно? Поэтому теперь возвращаемся в настоящее Когда вам нужно поговорить на английском где-нибудь за границей, ну или, например, даже на собеседовании вас вгоняет в ступор Тем более на собеседовании Некоторые на русском не могут его нормально поддержать А тем более на английском, ух, что? Ну что, похоже получилось? Готова спорить, что да? И я надеюсь, это никого не обижает Напишите в комментариях, насколько я ошиблась насколько я оказалась права Мне просто интересно И да, speaking это большая проблема восточноевропейских школ Многие здесь не умеют говорить на английском потому что, грубо говоря, некому было учить Носители английского из-за границы приезжали только в крупные города и то довольно редко А вот рядовые преподаватели учились сами еще при динозаврах и при этом за границей набраться опыта тоже не смогли Все свои знания они, как правило, черпали в основном из учебников Но, как известно, по учебнику особо говорить не научишься И, конечно, ситуация сейчас меняется в лучшую сторону Сейчас столько преподавателей, онлайн-курсов, методик, упражнений и все это в таком общем доступе Но, к сожалению, не все смогли дождаться этого момента Вот, кстати, правда Не все смогли, это очень обидно Потому что ведь перспективы точно были Вот мне, кстати, интересно Напишите в комментариях, жалеете ли вы, что сами не выучили английский в свое время и не научились на нем говорить Я сейчас не знаю, полезли ли вы в комментарии, чтобы написать свою историю сразу или нет Но, в общем, скажу сходу Хорошая новость в том, что сейчас в наше время можно без труда наверстать упущенное И сейчас такая вот минутка признания прогресса технологий Который сейчас экономит нам время везде И то же самое касается образования И изучения языков И причем не только английского Взять хотя бы, к примеру, нашу школу Где вы можете посещать онлайн-уроки с преподавателем В любое удобное для вас время В любом удобном месте Потому что все, что вам нужно Это компьютер, либо ноутбук Ну и доступ к интернету А еще дополнительно есть крутой цифровой учебник Иди-класс В нем собрана вся грамматика Тренажеры для того, чтобы отработать изученные правила Словарь, где вы можете заучивать слова И пополнять свой словарный запас Ну и еще куча всяких интересных интерактивностей Вроде фильмов, сериалов, песен И даже разбора английского по видеоиграм И если вы думаете, что это круто Это еще не все Есть еще целых три приложения для изучения языка Так что, как видите, созданы все условия Чтобы язык можно было учить постоянно Эффективно Ну и главное, с комфортом для себя Ну, по крайней мере, про нашу школу Я такое могу сказать уж точно Если вас это заинтересовало То всеми подробными ссылками Я поделюсь в описании к этому видео Либо вот тут вот в углу вы можете их найти А еще, кстати, забыла сказать Первый онлайн-урок английского С преподавателем в EnglishDom Абсолютно бесплатный Поэтому вам вообще ничего не мешает Сейчас на него записаться и попробовать Все, что нужно сделать Это перейти по ссылке в описании Ну и записаться на него Как я и говорила Это все для вашего комфортного изучения языка Окей, ладно, прогресс это круто Но еще и нужно понимать причины Так каковы же причины того Что человек не может заговорить на английском Самое банальное Маленький словарный запас И несмотря на такую очевидность Это, наверное, самая сложная из всех причин Потому что, ну, ее труднее всего исправить Вам придется потратить недели, месяцы, годы На то, чтобы выучить слова И научиться практиковать их в речи Но знаете, вам рано или поздно Пришлось бы это все равно сделать Потому что слова это чуть ли не самое главное в языке Без лексики не только говорить Но и читать и слушать довольно трудно И, кстати, довольно частая ситуация Что некоторые люди, дойдя до определенного уровня словарного запаса Просто прекращают учить новые слова Потому что им кажется, что их словарного запаса достаточно И, возможно, они действительно знают много слов на английском Но это все равно не все слова английского И у меня даже есть подозрение, что это даже не большая их часть Поэтому вот эта вот проблема, про которую мы сейчас говорим Касается далеко не только начинающих, но и продолжающих Те, кто варится в английском уже довольно долгое время И проблема действительно критичная Потому что, представьте, у вас хороший словарный запас на английском И вы ведете искусную беседу с нейтивом на английском Вы чувствуете себя просто членом высшего британского общества И тут вам приспичило сказать виноградник Ну просто так беседа куда-то завернула Что вам надо сейчас сказать виноградник Вот такая вот неловкая минута молчания Чувствуете ее прямо сейчас, да? Вы начинаете перебирать все слова в голове Вспоминая, как же будет виноградник на английском Как будет виноградник на английском? Так, теперь мне стыдно Ну и вот как? Как тут поступить? В переводчик лезть стыдно Спросить у кого-то и беседы уже не будет такой светской Ну вот попробуйте мне сейчас объяснить на пальцах Что такое виноградник Мне кажется, это невозможно Я не верю, что это возможно Короче, как вы поняли, так можно утратить нить любого разговора и поэтому учить слова нужно Это вам скажет любой преподаватель английского языка Допустим, словарный запас у вас хороший Может быть не получается из-за страха, неуверенности Может быть из-за грамматики Но в нашем случае большой разницы нет Потому что говорить все равно-то нужно И вот сейчас вот согласитесь со мной Лучше говорить с ошибками Хоть кое-как, но говорить, чем вообще никак и молчать Продолжайте учить грамматику Да, она действительно важна и нужна Но вместе с этим параллельно начинайте уже говорить Занимайтесь преподавателем Посещайте разговорные клубы Разговаривайте сами с собой Найдите себе онлайн-собеседника И общайтесь с ним Короче, вариантов много Главное в этом ваше искреннее желание начать говорить на английском Ну и капелька усилия тоже И вот здесь вот не надо, кстати, исключать общение с носителями Потому что вне зависимости от того, какой у вас уровень общаться с носителями бояться вообще не нужно Никому нет дела до ваших ошибок В США огромное количество людей живет и работает со слабым английским может быть даже хуже вашего И ничего, все общаются, все их понимают Вот и вы тоже не бойтесь допускать ошибки Позвольте себе просто И дайте нам знать в комментариях если вы вдруг одни из тех, кто боятся говорить на английском из-за страха допустить ошибку Посмотрим, сколько нас таких Третья ситуация Она по масштабам поменьше двух предыдущих Если вы заметили, то мы сейчас от общего к частному двигаемся Нехватка практики решается еще проще Нужно просто продолжать общаться Keep going В среднем, чтобы разговориться нужно месяца два, не больше А если вы себя погрузите в англоязычную среду Ну, то есть, не знаю, отправитесь в какой-нибудь лагерь на две недели в англоязычную страну То за две недели просто гарантирую вам что вы существенно прокачаете свой разговор на английский Но это, опять же, при условии, что словарный запас и грамматика для вас перестали быть проблемой Конечно, если вы перебороли страх общения Поймите вот такой момент Язык это своего рода навык И как с любым другим навыком при отсутствии практики через какое-то время начинаешь забывать что там да как Если даже вам кажется, что ну вот родной-то язык я точно никогда не забуду с английским же то же самое должно быть Это не совсем так Чтобы английский, как и любой другой иностранный язык прочно закрепились у нас в голове нам нужно общаться на нем несколько лет может быть даже несколько десятков лет чтобы дойти до уровня мышления на английском И тогда вот мы этот навык сможем довести до автоматизма Поэтому практику нельзя бросать ни в коем случае Еще возможна ситуация, что человек вроде умеет говорить на английском, но сильно комплексует из-за своего акцента Вроде как и словарный запас нормальный и грамматика классная и практика вроде есть но вот просто за акцент очень стыдно особенно когда общаешься с носителем То есть ладно еще с преподавателями или русскоговорящими вот с носителями английского языка очень стыдно говорить, потому что боишься что они осудят тебя за акцент Ну что тут сказать? Бояться не нужно, просто забудьте вообще об этом подумайте о том, сколько людей помимо вас еще имеют акцент Интересный момент, что больше половины тех кто говорит на английском это те люди, для которых английский язык не родной Поэтому чисто статистически вы уже в большинстве А еще вспомните, что носители языка живут не только в США и Великобритании, между прочим Еще есть Южная Африка, Индия, Филиппины И вот у них акцент еще сильнее вашего будет Но при этом для них английский язык родной Поэтому упрекнуть их в том, что они просто плохо учили язык, никак нельзя Просто держите в голове такую мысль что жители США и Великобритании изо дня в день постоянно слышат нетипичный для них акцент Поэтому вы их ничем не удивите и в вашем акценте ничего страшного точно нет Но вот пусть сейчас для вас это будет как второстепенная цель Потому что ставить произношение на первое место не имеет смысла Главное просто начать говорить и набираться опыта разговорной практики и хотя бы преодолеть барьер в общении А вот мне интересно, есть ли среди нас те, кто считает свой акцент классным и гордится Дайте знать в комментариях А еще напишите, какой из акцентов в английском вам нравится больше всего Я за австралийский Из-за этого вам может быть сложно в голове строить предложение на английском Не, ну в теории вы, конечно, можете составлять классные полноценные предложения на английском Я более чем уверена, что если вам дать бумажку и ручку, вы сможете написать там полноценное сочинение которым можно будет еще и гордиться Но вот в речи, когда нужно в моменте строить даже простые предложения, может быть гораздо сложнее Узнали себя в моем описании? Если да, то вам нужно просто чаще смотреть видео на английском или слушать подкасты на английском чтобы прочувствовать язык Вам важно услышать, как говорят другие чтобы потом в будущем вы могли понять что вот так вот можно сформулировать предложение а вот так вот не говорят И тогда вам станет намного-намного проще в реальном разговоре Я вот, кстати, тоже очень часто, когда общаюсь на английском вспоминаю какие-нибудь фразы персонажей из фильмов или сериалов, или кого-нибудь из подкастов И сразу в голове промелькивает мысль, что Ага, ну если вот такой-то говорил вот так вот то значит и мне можно Причем вот эта мысль, она всплывает просто за долю секунды в голове Я даже о ней не задумываюсь потому что, ну, практики достаточно у меня Надеюсь, что вот эти причины вам помогут в будущем В любом случае, я постаралась рассказать об основных причинах почему бывает сложно заговорить на английском Если знаете еще какие-то причины то напишите в комментариях и давайте их обсудим вместе И еще раз напоминаю, что вы можете записаться на бесплатный онлайн-урок английского с преподавателем по скайпу Вот там вы будете большую часть урока общаться с преподавателем на английском и уже за несколько занятий сможете сломать языковой барьер Все, что вам нужно сделать это нажать на кнопку, которую вы сейчас видите у себя на экране и записаться на урок Вперед учить английский А на этом все Я с вами прощаюсь Увидимся в следующем видео Bye!